Академия фикха представляет Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословения пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам. На прошлой лекции мы упомянули, что правитель желал казнить тех судей и ученых и достал из кармана фетву, которая была написана ими, и сказал, «Вот посмотри, они вынесли фетву о том, что ты кяфир и должен быть убит. Она написана их почерком». Шейху Лислям рассказывает, «Я понял, чего он добивается. Он хотел отомстить за себя. Я начал хвалить этих судей и ученых, предостерегая от плохого обращения с ними. Я сказал султану, «Если ты казнишь их, то не найдешь таких, как они». Султан повторял, «Они ведь вредили тебе и хотели убить». Шейх ответил, «Того, кто навредил мне, я простил. А тому, кто выступил против Аллаха и его посланника, салаллаху алейхи ва салям, отомстит сам Аллах. И я не собираюсь мстить за себя». Таким образом, он продолжал убеждать султана, пока тот не простил их. Шейху Лислям, ходатайствуя за этих людей, говорил, «Прости их. Они ведь судьи и ученые твоего государства. Они нужные люди». Это история не о сведении счетов. Она о нравах великих людей. Это не нравы насекомых. Но некоторые души отказываются принимать это. Послушайте, что говорил Ибн Махлюф, который также присутствовал на том собрании. Он был судьей, который когда-то вынес решение об аресте шейху Лисляма на заседании, где обвинитель требовал высшие меры наказания, то есть казнь. Ибн Махлюф говорил, «Мы не знаем никого подобного Ибн Таймии. Мы устраивали против него заговоры, но не смогли одолеть его. Когда же он одолел нас, то простил и вступился за нас». Кто из нас поступил бы подобным образом? Наверное, самый рассудительный сказал бы, «Предоставь мне эти бумаги и фетвы. Я их изучу, а затем вынесу соответствующее решение. Дай мне три дня. Только три дня, и я принесу тебе эту фетву на золотом блюдце». После этой ситуации у шейху Лисляма появилась поддержка. Он остался в Каире, распространял там знания. К нему приходили амиры, солдаты, знатные люди, ученые для того, чтобы извиниться. «Прости нас, мы нехорошо поступали с тобой, не ценили тебя». Что отвечал шейх? Он говорил, «Я простил каждого, кто навредил мне». Без исключений. Я простил каждого, кто навредил мне. Поэтому он стал шейхом ислама. Думаете, можно стать шейхом ислама, только изучая научные вопросы? Или составляя опровержения, послания и участвуя в дискуссиях? Нет, клянусь Аллахом. Шейх Абдуль-Азиза ибн Баз, да помилует его Аллах, достопочтимый шейх, муфтий, предшественник шейха Абдуль-Азиза, был человеком с благородной душой. Сейчас, конечно, речь идёт не о нём, но мы упомянем один случай. Как-то ученик шейха спросил его, «Почему люди так сильно вас любят?» Он ответил, «Может быть, потому что ни к кому из мусульман я не испытываю злобы, и я никогда не слышал о том, что кто-то припирается, кроме как стремился примирить их». Если у человека светлая душа, то души людей начинают тянуться к нему. У души есть свои пути постижения, не физические органы чувств. Люди начинают любить его и тянуться к нему, потому что он характеризуется подобными качествами. Ибн-Уль-Каим, да помилует его Аллах, рассказывал, что некоторые из соратников шейху-ли-Сляма, учёные, говорили, «Я бы хотел относиться к своим близким так, как он относился к своим врагам». А некоторые говорят, что в нём была чрезмерная строгость. Каждый раз после прочтения его биографии я изменялся и начинал по-новому смотреть на жизнь. Перечитывая, мне казалось, что я читаю это впервые. Ибн-Уль-Каим говорит, «Я никогда не видел, чтобы он молился против своих обидчиков». Наоборот, он взывал с мольбами за них. Во время последнего пребывания в тюрьме он находился вместе с шейхом, пока он не скончался. Шейх не молился против своих обидчиков, не отвечал грубостью, не называл их неверными, нет. Ибн-Уль-Каим рассказывал, «Однажды я пришёл порадовать его вестью о кончине одного из самых непримиримых его врагов». Кого он имеет в виду? Он имел в виду Ибн-Махлюфа, который вынес ему обвинительный приговор, устраивал против шейха заговоры и был один из самых ярых его врагов. Затем продолжает, «Из-за чего он разозлился и поругал меня, и сказал, «Мы принадлежим Аллаху и к нему возвратимся». Заметьте, он не стал ликовать, делать земной поклон благодарности, а разозлился и сказал, «Ты что, радуешь меня вестью о смерти мусульманина?» После чего шейх немедленно отправился к семье Ибн-Махлюфа. Он не ограничился тем, что просто сказал, «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к нему возвратимся». Но также пошёл к его семье и выразил им соболезнования. Более того, шейх сказал им, «Теперь я для вас на его месте. В чём бы вы ни нуждались, я готов помогать вам». А ведь Ибн-Махлюф был его непримиримым врагом. Родные Ибн-Махлюфа обрадовались, помолились за шейха и удивились этому поступку. Теперь вы понимаете, как он стал шейху-лисламом. Цель состоит не в том, чтобы просто заучивать, изучать книги или идти с оружием к полю битвы. Прежде всего перечисленного, нужно взглянуть на душу, в которую закладывается знание, из которой совершаются все эти деяния. Усердие, призыв к исламу и другие благие поступки. Человек может заниматься большими делами, но если посмотреть на поведение при конфликтах, то точно малые дети занимаются пустяками на разного рода собраниях, передачах. Души великих людей выше этого. Они побуждают других к совершению поступков, развитию, самоотдаче и исправляют с мягкостью и любовью. Далее мы рассмотрим, как шейх обращался к своим противникам. Обратите внимание, как он разговаривал с ними. Он говорил, вы просите меня о мягкости в речи и о достойном обращении, хотя сами знаете, что я больше других придерживаюсь данных принципов. Посмотрите, что он пишет в послании, обращенном к Аль-Мамбиджи, к человеку, который не упустил ни одной возможности устроить заговор против шейха, то называя его еретиком, то говоря, что он может нанести вред религии мусульман, то говоря, что он может навредить государству. Шейх отправил ему послание, в котором писал от Ахмада ибн Таймии сведущему шейху, достойному, чтобы брать с него пример Аскету, Абульфатху Насру, да поведет его Аллах путем истины, как ведет он своих приближенных рабов. А ведь этот человек верил в Ибн Арабий, Ибн Саби'ина, и придерживался многих заплудших суфийских воззрений. И вот как шейх говорил с ним, да поведет его Аллах путем истины, как он ведет своих приближенных рабов, и да поможет ему одолеть дьяволов из числа джиннов и людей, и да прояснит посредством него путь Мухаммада, салаллаху алейхи ва салям, путь, соответствующий шариату. До слов, шейх додарует Аллах ему благополучие, носит в себе свет и познание, которые являются основой стремления и любви. В этом послании он хотел сделать наставление в вопросе любви и тасауфа. В конце послания он пишет, «В этом письме я часто упоминал шейха да укрепит его Аллах и да дарует мусульманам пользу посредством него, посредством его благих намерений и да озарит Аллах его сердце светом». Похожие обращения содержатся в послании, называемом «Аль-Уасиятуль-Кубра», которое шейх направил последователю Али ибн Мусафира. Они были нововведенцами, придерживались еретических взглядов, но шейх все же отправлял к ним подобные послания, а не яростные обращения. Среди нас есть люди, которые могут быть настроены против какого-либо человека. Если они слышат, что кто-то говорит о них что-то хорошее, сразу же считают этого говорящего заблудшим и заблуждающим только из-за того, что он имеет хорошее мнение о ком-то. В могиле тебе будут заданы всего лишь три вопроса. Кто твой Господь? Какова твоя религия? И кто тот человек, который был послан к вам? Тебя не будут спрашивать, каким был такой-то, хорошим или плохим, праведным или нечестивцем. Далее мы поговорим о том, как шейх призывал к согласию и единению сердец. Как известно из биографии шейху Лисляма, он посещал больных, участвовал в похоронах, выполнял обязанности перед людьми, примерял их, не злопамятствовал. Он не говорил никому, «А помнишь, в таком-то году ты сказал мне такие-то слова, а помнишь, мы были в машине, и ты сказал мне то-то, подшучивая, может, ты и забыл это, но я помню». Помню, так ведут себя некоторые люди. Из его биографии также известно, он не хмурился, был искренен и постоянно прощал людей. Шейх рассказывал, людям известно, что между хамбалитами и ашаритами была неприязнь и враждебность, а я из тех людей, кто очень стремится к единству мусульман. Заметьте, речь идет о хамбалитах и ашаритах. Шейх продолжает, и к согласию между ними, а также к выполнению приказа держаться всем вместе, заверив Аллаха, и не разделяться. Я избавил людей от этой неприязни и объяснил, что Абуль Хасан аль-Аш'арий был один из наилучших мутакаллимов, относящих себя к имаму Ахмаду, оказывающих поддержку его пути. Я неоднократно говорил это хамбалитам и объяснял, что несмотря на то, что аль-Аш'арий был учеником Му'тазилитов, все же он покаялся. Он склонялся к учению Ибн Куляба. Говоря об этом, шейху-ли-Слям пытался побудить их к сплочению и тем самым предупредить зло. Он говорил, когда я пояснил хамбалитам слова аль-Аш'арий, они сказали, что это даже лучше слов шейха аль-Муафаqа. Мусульмане были рады прийти к согласию. Я также поведал им о словах Ибн Асякера в своей работе Минакиб. Так шейх говорил об ашаритах. Он призывал к сплочению между последователями Сунны и ашаритами. Дорогие братья, сейчас мы живем в такое время, когда ичтихад ученого и вынесение фетвы по актуальному вопросу или еще хуже, похвала в адрес порицаемой кем-либо личности становятся поводами для тяжких обвинений. И таким образом человек, прежде считавшийся великим ученым мужем, знатоком, имамом, превращается в изгнанного, побиваемого шайтана. За что? За то, что он хорошо подумал о таком-то и таком-то. Может быть, ему не прояснился этот вопрос так, как он прояснился тебе. Если прояснился, то возможно, что он будет считать так, как считаешь ты, но и в этом случае не нужно добиваться от человека того, чтобы он отключил свой разум и размышлял таким же образом, как и ты. Что же касается терпения и выносливости шейха, то он говорил, людям известно о том, что я являюсь наиболее терпеливым человеком. И это действительно так. Я больше остальных проявляю терпение к неприятным словам и справедливее остальных отношусь к простым людям, не говоря уже о правителях. Что касается беспристрастности шейха, то, безусловно, он ко всем проявлял справедливость. Он говорил, «Услышав от кого бы ты ни было правду, я обязан принять ее и следовать ей. Будь даже она горькой, я также обязан прощать ошибки того, кто говорит правду». «И я заслуживаю наказание, если я буду отвращать мусульман от их религии». Утверждая это, он начинает с самого себя. Он не говорит, что, мол, я лучше остальных, и речь идет только о вас, исправитесь вы или нет. Есть много случаев, раскрывающих данную тему, и слов шейха по этому поводу. Мы упомянули только начало, но есть еще и длинное продолжение. Мы ограничимся сказанным. Несмотря на то, что тема полностью не раскрыта, я все же надеюсь, что главная мысль донесена. И если это так, то цель выполнена. Суть не в длинной речи. Я читал биографию шейха Алисляма, отходя только для молитвы, и думал, что я полностью изучил ее. Я перечитал все книги по его биографии, причем не раз, но каждый раз я словно читал все впервые. Я оценю то, что вы пришли на это собрание, и надеюсь, дорогие братья, что главная мысль донесена. Суть не в длинных разговорах и собраниях, не в обсуждении различных событий и истории. Суть в том, что мы должны подняться и освободиться от нравов среды, в которой существуют все эти недуги, вражда. Сейчас мы вкратце ответим на некоторые вопросы. Спрашивают, ведь были случаи, когда он занимал позицию жесткости, как, например, в истории с татарами. Да, верно. Бывало, что он проявлял жесткость в некоторых словах. Цитируя его слова, на каждую ситуацию свои слова. И да, он строго высказывался в адрес тех, кто сговорился с татарами. Следующий вопрос. Сестры спрашивают, как совместить обязанность отстранения от еретиков с призывом к доброму отношению к ним? Времена, в которые жил шейху-ли-ислам, во многом похожи на наше время. Во времена имама Ахмада, например, нововведения только появлялись, а сунна была распространена среди людей. Ученые из числа последователей сунны, такие как имам Ахмад, Яхья ибн Маин, Али ибн Аль-Мадини, имели большое влияние в обществе. Вот-вот начинали распространяться еретические взгляды с целью заменить сунну религией му'тазелитов. Имам Ахмад, который был подобен Абу-Бакру Ас-Сыддыку, да будет доволен им Аллах, с жесткостью и строгостью пресекал эти попытки, так как двери козлу только начинали открываться. Он отвернулся даже от своих ближайших соратников, Яхья ибн Маина, Али ибн Аль-Мадини, так как они внешне согласились с суждением о сотворенности Корана. Он не принял их оправдания. Они говорили, но ведь нас принудили к этому. Но шейху-ли-Слям жил во времена, когда вокруг царили заблуждения, нововведения. Таким образом, эти две ситуации различаются. Почти все вопросы связаны с обсуждаемой темой, которая словно кровоточащая рана не дает покоя. Дорогие братья, может быть, подобные собрания послужат причиной для избавления от этого недуга. И люди начнут исправлять себя, изучая жизнеописание пророка салаллаху алейхи ва салям из подвижников, который является лучшим примером. Также полезно читать биографию шейху-ли-Сляма. Например, можно прочитать сборник биографии шейху-ли-Сляма ибн Таймии издательства Алямульфаваид. Если человек хотя бы раз в год будет уделять время такому чтению, то оно станет для него напоминанием о важных принципах, о которых он, возможно, забыл. Прошу Аллаха даровать нам благополучие и помочь поминать его, благодарить его и должным образом поклоняться ему. Благодарю организаторов, которые устраивают подобные полезные встречи и учебные собрания. Благодарю и вас, любимые братья, за участие. Прошу величественного Аллаха одарить нас полезными знаниями. Прошу величественного Аллаха одарить нас полезными знаниями.